в цвет попали да друзья тут так проводки висят ну знаете это очень-то колхозно смотрится но вот нет ощущения что тут это сданный дом а вот она и шум и изоляция вашей квартире а здесь наверху тяп-ляп сделан но здесь видим строительный мусор да и причем блин вот вот там вот там везде вот видны следы от влаги почему это сданный дом и до сих пор это все осталось вместо стекол картон но зато обратите внимание друзья на ступени здесь мы здесь видим оголенные обратите внимание провода для песочницы он просто красота что-то здесь друзья не так друзья добрый день и я андрей артемов жилой комплекс веренник шоуловский расположены в приморском районе санкт-петербурга на парашютной улице ближайшая станция метро к жилому комплексу комендантский проспект до которой 5 километров комплекс внешне смотрится красиво притягивает взгляды он красив друзья кто бы что не говорил но так ли он красив и хорош если посмотреть на фасад поближе озеленение и инженерные системы все это мы с вами увидим в этом видео застройщиком комплекса выступает специализированный застройщик мкд с уставным капиталом в 10 тысяч рублей согласно данных от налоговой инспекции с 20 по 22 год у застройщика работала ноль человек да и суммы доходов достаточно странные для застройщика в двадцать первом году сумма доходов у застройщика была 31 миллион а расходов 45 в двадцать втором году доходов 0 а расходов 10 с половиной миллионов как так непонятно при этом продажи у застройщика осталось чуть более 30 квартир юридическое лицо застройщика выступает не только как застройщик но также как и продавец квартир и поэтому конечно такие обороты видеть достаточно странно что-то здесь друзья не так комплекса стоит из трех зданий высотой от 9 до 10 этажей построенных по монолитной технологии своим детским садом рассчитанным на 60 деток а на первых этажах коммерческие помещения для вашего удобства ближайший детский садик не считая тот который на территории комплекса за номером 47 в 950 метрах от жилого комплекса согласно официальных данных одесского садика вакантных мест в нем нет школа номер пятьсот семьдесят пять расположена в полутора километрах от жилого комплекса согласно официальных данных от школах вакантных мест нет приморский район на сегодняшний день один из наиболее застраиваемых районов но к сожалению социальной инфраструктуры здесь не все так хорошо как хотелось бы комплексе 333 квартиры которые представлены от студий до трехкомнатных квартир квартир квартирография комплекса выглядит следующим образом студии однокомнатные квартиры заняли 62 процента от общего числа квартир двухкомнатные квартиры 30 процентов и трехкомнатные квартиры 8 процентов класса на эффективности здания высокий подземный паркинг в комплексе рассчитан на сто восемьдесят шесть машин и мест однокомнатная квартира от застройщика стоит от 8 миллионов шестиста тысяч рублей а на вторичном рынке однокомнатную квартиру можно приобрести на миллион дешевле напротив верен next шуваловский жилой комплекс от cds дремлайн где однокомнатная квартира стоит от 6 миллионов девятиста тысяч рублей сдача первых домов запланирована на 4 квартал двадцать третьего года а передача ключей до 30 06 2024 года сам проект дремлайн мне напомнил жилой комплекс новые горизонты обзор этого комплекса есть на моем канале ссылку для вашего удобства оставил в описании к этому видео но я конечно надеюсь что дремлайн будет сдан не так как новые горизонты и новые горизонты 2 главное отличие между вереном и дремлайном это класс энергоэффективности c у дремлайн это минимальные друзья класс энергоэффективности которые разрешено проектировать и строить на территории россии немного конечно отличается квартирография и количество квартир первых трех домах жилого комплекса дремлайн будет 2387 квартир студии однокомнатные квартиры займут почти 67 процентов от общего числа квартир а это друзья одна тысяча шестьсот шесть квартир дремлайн еще не сдали поэтому не буду придираться к благоустройству и фасаду здания посмотрим уже когда его соответственно сдадут веренник шуваловский сдали 8 августа 2023 года на что идемте все внимательно смотреть из плюсов конечно вот обратите внимание верен нет шуаловский здесь застроит вот это все 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 есть к и все для любителей такой еды теремок и есть соответственно лента есть куда сходить пешком за продуктами широкие дороги дорожки для велосипедистов самокатчиков вот такие есть тропинки обратите внимание здесь даже есть своя небольшая церковь заправка макдональдс и уже такая скажем сложившиеся и обжившиеся и инфраструктура на смотришь на дремлайн и вспоминаешь сразу новые горизонты каких сдал застройщик обратите внимание что остановки общественного транспорта прямо у жилого комплекса вот одна и напротив 2 где мы с вами видим отъезжающий белый автобус классится такая красивая травка не знаю тут они вот специально такой посели либо она такая выросла велопарковка первый этаж это плитка разделение межэтажной из таких панелей которые напоминают двухтавровые балки обратите внимание на кирпичную кладку ну просто красота есть места под установку кондиционеров только сверлить отверстие вы будете соответственно сами уличное светодиодное освещение стеклянное вот такие козырьки ровненько красивенько это винт фасад друзья плитки держатся клеймеры спрятанному там внутри их не видно коммерческие помещения причем такие проходные отмазка вместе с таким скажем пешеходной зоны из брусчаточки достаточно приятно по ней идти нормально сделаны отливы смотрится достаточно красиво вот наверно песок привезли для песочницы здесь у нас уже огороженная территория чтобы пройти нужно иметь магнитный ключ непонятно только что это у нас за доступ к а это у нас детский садик все друзья да это в детский сад чтобы пройти здесь мы видим беседки для деток здесь мы видим соответственно различное оборудование только здесь непонятно вообще работает уже этот детский садик или нет мы пойдем с другой стороны сейчас зайдем пройдем во двор посмотрим все убранство от застройщика местами бы конечно не мешало вот эти стеклянные козырьки красивенько отмыть это вход домой вместо того чтобы здесь был соответственно система допуска мы здесь видим оголенные обратите внимание провода уважаемый застройщик ну что ж это так зачем так позориться входная группа закрыта на цепь и замок чтобы уж точно никто сюда не прошел есть ворота начало какого-то осмотра здесь немножко травки освещение здесь уже не пройти ну пойдем обойдем дальше посмотрим странно конечно что дом сдали а во двор почему-то нам с вами не пройти даже нет системы допуска не находите друзья странные такие моменты а вот она остановка общественного транспорта и напротив dreamline от cds кирпичная кладка со второго этажа и выше очень смотрится красиво с декоративными панелями от балки очень красиво молодцы я вот такие помню панели видел лишь в лофт у озера дворовая территория здесь обратите внимание как они красиво все камушком выложили молодцы да и вот смотришь на фасад вот он получается 10 этаж он который выпирает такой знаете типа как как будто кусок другого дома положили наверх были ну конечно студия 44 очень круто сделал архитектурное решение смотрится дом очень привлекательно привлекательно смотрится двор сейчас посмотрим чтобы везде можно было пройти соответственно все с вами внимательно рассмотреть здесь у нас заезд в паркинг нормальное кстати расстояние сделано для заезда и выезда он написан действующий проезд машины не ставить большие окна всего здесь сделаны окна в черном цвете красота если такие при ямочки и вот здесь смотрите сразу красивые значки лестница парковка есть куда должна уходить вода подрезана даже достаточно нормально они как это происходит обычно здесь я полагаю для полива а может быть и нет так еще один приямок здесь мы видим влагу вот я не знаю я здесь не вижу куда должна уходить вода почему-то это у нас насосная может быть закрыта вот этим камнем может быть нет закрыта но зато обратите внимание друзья на ступени здесь плитка никакого убогого кривого бетона как это частенько бывает в разных проектах нашего города парковка для автомобилей что-то здесь уже делают устанавливают заходим друзья с вами эта территория жилого комплекса были ну просто знаете красотища отсюда даже честно не хотелось бы уходить большие высокие деревья зеленая трава а кустарника наверно можно было бы посадить побольше вот оцените друзья как презентовал этот проект застройщик и как он его соответственно сдал небольшой двор нормально расположены дома нет какого-то знаете такого чтобы там скажу как-то маленькое расстояние между домами как напрягает мне было бы из окна очень приятно смотреть на фасад соседнего дома потому что он выглядит очень круто не побоюсь этого слова различные штуки для маленьких деток песочницы обратите внимание что здесь можно играть чтобы не потерялись совки вот куча куча различных вот таких штук то что нравится детям развивает и они проводят и свое время вот это такая крутилочка большое количество гонешь чтобы дети точно не передрались кто первый будет в нем играть большое количество оборудования это полагаю да здесь можно рисовать мелом красиво сделан забор ограждающий напротив детский садик и обратить внимание тоже он как достаточно сделан стильно паутинка родители не дадут соврать что дети любят паутинку и причем смотрите вот здесь знаете вот вроде такой двор то сам небольшой но достаточно нормально все классно сделано даже он дерево посередине растет из вот такого скажем люка лючка наверно так можно сказать и здесь тоже травка есть красота можно поиграть в настольный теннис в баскетбол и небольшая спортивная площадка даже внутри красиво очень смотрится весь этот фасад я помню когда первый раз приехал верен стрельный посмотрел на их проект думал более ну вот красавцы же кто-то же может это сделать почему другие не могут или не получается здесь у нас открыто можно зайти и краешком глаза взглянуть и друзья с вами на детский сад понятно что раз они сдали детский садик то соответственно здесь уже все должно быть готово кстати напишите в комментариях это частный детский садик либо это будет муниципальный детский сад а если это частный детский сад то сколько стоит пребывание месячное одного ребенка в нем напишите друзья это очень полезная и важная информация входные группы в уровень землей подходим видим третья парадная сразу видно что вот там один литер два три литера и соответственно детский садик и где ты конкретно находишься этажность и нумерация квартир добро пожаловать консьерж от рубитека система допуска большие алюминиевые двери заходим здесь у нас тамбур здесь у нас сэкономили резиновую такую поставили штуку чтобы вытирать вот так друзья ноги обычно ставят такую алюминиевую с бархаткой такой чтобы она первых и смотрится по интереснее здесь мы с вами видим почтовые сразу ящики мы видим с вами перфорацию видим красивую отделку видим с вами черный потолок видим неснятые колпачки из пожарных датчиков видим систему грилята вот здесь немножечко надо неровно установлено то знаете они окрасили эти колпачки и закрыли хотя их можно было не закрывать наверно строители или тот помонтирует пожарную сигнализацию не знает что это защитные колпачки друзья уважаемые монтажники их нужно демонтировать а здесь соответственно уже все классно здесь какой-то вместо стекол картон нет ни картон то двп друзья заходим дальше пеноплексом позакрывали не знаю спасешь это или нет а декоративную отделку красиво смотрится отделка очень красиво здесь есть местечко где можно посидеть положить поставить сумку только почему-то ну ты я бы например вот это бы место хотелось бы видите вот там потому что там почтовые ящики а здесь то чем не сидеть но если только будут дети играть непонятное решение что такой длинный коридор ни одного указателя кроме то что здесь колясочная но здесь зато понимаешь что вот за этим находится различные оборудования такие же лючки многие ставят у себя дома обратите внимание как это нормально классно смотрится здесь вот такие небольшие огрехи это все нужно было подкрасить но надеюсь что подкрасит что он видите да штукатурочка немножечко подпадала колясочная вот он значок алюминиевый красота открываем дверь небольшое совсем помещение и первое странно ну во первых да не надо брать в ленте тележки возвращайте пожалуйста обратно уважаемый строитель черная грильята потолок не окрасили датчики колпачки защитные не сняли ну не знаю вот это конечно странно а здесь у нас для обслуживания коммуникации ключик оставили чтобы точно точно не потеряли но внутри так вроде всего прилично даже здесь мы есть магнитик молодцы здесь понимаю должен да вот он лифт один лифт управляющая компания от квс квс управляет уже вот это получается вторым домом от застройщика здесь знаете но здесь такую небольшую тамбуру по мне во-первых неудобно то есть ты вот выходишь с коляской с ребенком и тебе нужно вот эту дверь открывать вот нафига это где почему это сделать не сделать без двери да здесь согласен ограничителя нет потому что дверь дальше не открывается но тоже никакого нет стопора такая дверь знаешь такое ощущение что у нее как будто сейфовая такая пол стене сантиметров наверное 7 так кнопка вызова лифта лифт у нас серебристый видно что уже какая-то ржавчина что-то они тут делали заходим здесь у нас они молодцы что сделали обшивку из вот такого пластика сразу видим что лифт расположен вот так это очень удобно когда вы заносите длинномерные предметы музыка заиграла куда звонить хорошо здесь лифт какой-то шиз или шоу за ру шизру очень непонятно надо будет загуглить посмотреть чьи-то лифты очень громко играет музыку убавьте музыку пожалуйста а это щербинский лифта строительный завод все понятно и обратите внимание что выглядит достаточно достойно музыка громко играет и лифт нужно настроить он как-то едет скрипит немножко подергался выходим здесь у нас дверьки то попроще но при этом смотрится нормально коричневой двери не мешало бы здесь немножечко навести марафет и все это помыть десятый этаж нумерация квартир здесь у нас оставили строители какие-то элементы уголки то на всякий случай забрала держится здесь крепко здесь они окрасили не смогли ровненько окрасить почему-то не знаю почему наверху все оборудование не окрашено в черный цвет вот видны эти белые элементы видны провода что такое ощущение что эти провода они запускали соответственно потом здесь мы тоже видим забрала все смонтирована аккуратно ничего не скажу заходим здесь у нас всего лишь три квартиры на площадке площадка вот мне нравится что гладкие ровные стены смотрится прикольно ну знаете такой какой-то вид вот у меня здесь ощущение что я в каком-то полуподвале вот из-за того что вот здесь я понимаю что счетчики на тепло счетчики на воду электрические счетчики надо было как-то это красивенько задекорировать и внешний вид был бы совсем другой ну и плюс часть пространства сжирает вот этот короб звонки модные красивый шнайдер если обратите внимание на этот звонок то знаете вот он вот так наискосок установлен его почему-то не смогли там ровно этот установить но за звонки зато шнайдер двери входные обычная коричневая дверь на может быть если бы она была бы другого цвета или с другой отделкой то смотрелось бы неплохо но вот по мне как-то она смотрится но немножечко не подходит она в этот стиль но это на мой вкус вкус у всех играется на цвет и вкус фломастеры разные поэтому возможно там кому-то нравится либо при этом другом свете может быть смотрится там лучше красивее но по мне коричневый цвет так не очень например меня впечатлил всего лишь один замок обычная классическая китайская ручка и больше здесь к сожалению ничего нет выйдем с вами сейчас на лестничный марш посмотрим что у нас здесь вот он друзья лестничный марш здесь можно сделать красивый фото очень прикольно смотрится вот тоже да смотрите обращаю внимание что это ограждающая конструкция держится очень крепко просто обычная вот здесь труба но смотрится красиво и даже ничего знаете изобретать не нужно 10 из моментов мы видим что даже плитка идет наверх ограждающая конструкция не приварена на анкерах установлена все окрашена но можно было сделать чуть-чуть поравней конечно ну ладно это лестница тут соответственно мелочи 10 этаж идем по ступенькам здесь мы с вами видим что плитка а это да ведь они здесь вот прокрашивают этот бортик ну ладно простим им это здесь уже отделка совсем другая друзья здесь просто обычная штукатурка но обратите внимание что даже здесь плитка идет на самый верх но сделано так знаете как-то небрежненько и большое количество грязи здесь мы также видим что по периметру этой двери осталась какая-то штукатурка шпаклевка которую до конца не сняли вот эта штукатурка то есть они и просто знаете напыляют и вот здесь и смотрите вот здесь видите здесь что-то было написано они это все окрасили потому что забыли закрыть вот 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 такие видите плашки на не как раз пишут там что здесь и чего здесь мы видим уже ржавчину вот так провода гофра до конца почему-то не доходит здесь закрыто но спустимся вниз на следующий этаж потому что там должно быть квартир чуть больше посмотрим что на девятом этаже а из плюсов здесь что можно открыть окно примеру вам нужно проветрить и отсюда смотрите какой классный вид на парашютную улицу девятый этаж есть нормальный большой красивый указатель аналогичная дверь коричневого цвета которые на мой вкус сюда не очень подходит заходим в межквартирный коридор здесь уже у нас квартир больше если вот такое забрала но вот смотрите как все можно сделать красиво и аккуратненько смотрится здорово смотрится красиво плитка окантовка стен смотрится и вот из-за того что просто гладкие стены вид совсем другой вот здесь кстати коридор на намного интереснее смотрится во первых здесь выше чем почему-то на последнем этаже здесь нет короба и потолок посмотрим словно практически все окрашены в черный цвет за исключением датчиков и не снятых защитных колпачков лестничный марш с бетонного завода но обратите внимание что он выглядит нормально красиво все отмыто знаете нет никакого здесь ощущение что ты находишься в каком-то эконом классе все достаточно прилично при этом на каждом этаже можно открыть окно для того чтобы проветрить сегодня такой сильный ветерок в питере и здесь прохлада а второй этаж не знаю какая секция нумерация квартир 111 116 уважаемый застройщик вот здесь вы заделывали такой скажем перекрытие частично да но конечно не мешало бы снять опалу зачем вы это все оставили и вот у меня сразу вопрос а госстроенадзор уважаемый госстроенадзор вы когда принимали дом вот этого вот уже не видит вот это что такое почему это с данной дома до сих пор это все осталось надо же все это демонтировать и сделать красиво все же должно быть согласно проекта раз это сделано здесь выходим друзья с вами на улицу здесь получается лестница выход чуть ниже уровня двора прикольно сделано да смотрите открываешь дверь если там она открыта то можно бахнуть стекло и вообще дверь не открыть конечно странное решение здесь у нас открыто это паркинг тут уже видите а вот почему так отбивается плитка потому что там воздух а плитка соответственно не может держать такие нагрузки поэтому клей должен быть плитки распределен равномерно вот смотрите до комфорт класс я полагаю друзья не у каждого жильца есть фонарик и спускаемся вниз здесь уже видим что не отмыто на чувствуется запах такое ощущение что сырость была вот здесь уже есть свет здесь есть грязь остатки какого-то материала вот видите они тут на убирались да и не до убирались будут спрятали все вам смотрите кому нужен конвектор не накрывать вот он ведь вот здесь спрятан под лестнице может бесплатно взять раз это ничего и вот такие моменты смотрим да вот видите здесь уже все более небрежно сделано вместо краски здесь все типа отштукатурили молодцы чего сказать заходим фонарик убрать здесь у нас паркинг и вот здесь у нас уже начинается самое друзья одно из самых интересных оставили козлики какой-то стройматериал ну вот мне непонятно знаете когда вы дом сдали значит он соответствует сто процентов проекта для чего вот это все или тоже управляющая компания наставила почему где подписано электрощитовая номер три номер один здесь в ру-1 вру-3 для чего это демонтируете почему это всего так выглядит индивидуальный тепловой пункт забыли с двери с ручки снять малярный скотч там его можно вообще там не отодрать ну все здесь и тп-2 и тп-1 хорошо поднимаем голову наверх и видим на теплоизоляции кусок картонной коробки наверное чтобы тепло меньше уходило ну так сможешь вроде вроде знаете все хорошо не считая как сделано вот здесь то есть вот здесь они как-то знаете там отверстие заделали так себе не очень красиво окрасили частично окрасили как видите с проводами частично окрасили не с проводами если посмотреть чуть выше там вот видно просто вот где проходит эта вентиляция похоже там просто дырка странно да очень как-то здесь соответственно там пена утеплитель торчит но здесь очень-очень знаете вот это такой сразу вид какой-то знаете небрежности почему это так сделали непонятно. Это у нас подземный паркинг, здесь они забрало, поставили, смонтировали нормально, может только докопаться, чтобы прошли они тут герметиком, хотя даже здесь герметик не нужен, здесь у них все ровненько. Это выход к лифтам, лифт спускается, грузопассажирский вниз. И вот тоже, знаете, вот смотрите, что мне непонятно. Вот этот значок вообще, ну это не лифт для меня. Если бы мне вот его просто так показали, я бы сказал бы, что это движение, то есть дорожное движение, одно показывает, что ты едешь туда, другое там наверх, то есть вот так. То есть что это лифт здесь, и я вот, ну у меня нет такого ассоциации с этой табличкой, не знаю, может быть у вас есть, вот напишите, друзья, в комментарии, есть ассоциация вот этой таблички с тем, что это относится к лифту. Ко мне это больше к какому-то дорожному полотну относится. А вот у нас парковка, я выхожу из парковки, как не знаю там, с вещами, с лентой, с пакетами, открываю двери, тут мне нужно прислонить карточку, чтобы зайти вот сюда, нафига все это, если ты и так заезжаешь там по брелоку, либо по номеру. Заходим, вот это самая низкая часть, вот здесь уже прохладно, видны следы от влаги, тут у нас ливневочка, что-то как-то кривенько смонтировано, вот здесь у нас, друзья, заезд, выезд из этого паркинга, здесь все светло, свет электричество здесь не экономит, и кстати здесь не только светло, но еще и очень высоко, везде вот эта галочка, что это вверен застройщик, есть нумерация, ну вот я бы не делал бы вот такие вот цветные, я бы просто оставил бы цифры, по мне вот это немножечко лишнее, ну каждому конечно свое. Паркинг здесь совсем небольшой, напомню 186 машиномест, но здесь все достаточно сделано аккуратно, все высоко, ничего нигде не спускается, я не вижу, чтобы где-то здесь была вода, здесь видим самую низкую часть, где расположены погружные насосы, к ним подходит электрокабель, но вот смонтировано конечно сами, ну вот оцените как, по мне нужно это делать более всего красиво, нежели чем здесь, также ливневка, да, вот смотрите, вот идет секция, сверху вот эта закрывашка и вот она аж вот сюда, то есть вот на это находит, как это будет все в дальнейшем там открывать, тоже честно говоря непонятно, здесь видим влагу, вот это у нас как раз шов между секциями, то есть две секции и вот такой шов, он должен быть утеплитель, гидроизоляция, здесь ощущение, что это как раз где-то что-то здесь протекло, а так как не капает, полагаю, что уже исправили, так что вот это у нас за кабель здесь такой интересный, вент камера, и вент камеру идет вот у нас, вот смотрите, вот он, оголенный кабель 220 вольт, вот есть специалисты, друзья, поднимаю высоко, не вижу, вот там что написано на табличке, прочитайте, пожалуйста, и соответственно понимаем, что это идет, 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 и вот это вот здесь, странное решение, странно принимали дом, здесь выход, здесь видим, что тоже 220 торчит, здесь похоже текло, потому что демонтировали частично, они утепление сняли, вот эти панели, здесь мы видим все в воде, то есть когда, видно, проверяли, здесь произошла протечка, а это у нас выход в другую шахту, это к лифтам еще, да, конечно, указатель так себе, ну вот здесь видим то же самое, что могли бы сделать почище, но дом сдали, значит, так в проекте, здесь мы также с вами видим какой-то провод висит, вот сейчас такая слышная вибрация, рядом идут какие-то ремонтные работы, там что-то делает кто-то, в землю погружают какой-то бурый, вот здесь чувствуется, что все аж потряхивает, здесь вот видим, прямо вот видите, из трубы выходит кабель электрический, да, скорее всего, вот он, да, и соответственно, вот он так в рулончике здесь повешен, ну хотя бы есть выход, громкоговоритель, оповещатель, но вот больше я пока влаги не вижу, сейчас мы пройдем по нему, потому что он, в принципе, небольшой паркинг, поэтому сможем все внимательно посмотреть, да, места, друзья, здесь немного, поэтому парковку, конечно, следует покупать, потому что с парковкой у нас, как обычно, все плохо, а двор закрытый, без возможности стоянки, но здесь видим строительный мусор, да, и причем, блин, вот он, вот там, вот там, везде, вот он где-то, почему это сразу не убрали, уважаемый застройщик, это вопрос к вам, где ваш отдел УТК, где ваши прорабы, где у вас руководители стройки, почему вот это все в таком говнище, это что за неуважение такое к вашим жильцам, и почему это вот так все, где здесь вообще гидроизоляция какая-то, кроме вот мусора здесь больше ничего нет, почему ничем не закрыто, по мне, конечно, какое-то странное достаточно решение. Вторая часть, наверное, этого подземного паркинга, назовем здесь, какой-то монтаж оборудования идет, в данном доме здесь также следы видим, вот, скорее всего, струб где-то подтекло, и, соответственно, осталось, здесь кто-то спрятал мешок, возможно, там стройматериалы, увезет к себе потом на дачу, открыли нычку, заметили, ну, а так, в основном, здесь все окрашено, где протечки, вот видно, что, да, это где струб капало, причем странно, что это сейчас происходит, вы же сдали, уже 8-го числа, это должно было до этого все устранить, все должны были проверить. Да, вот здесь по периметру смотришь, вот везде все в грязи, строительные мусори, вот видите, тоже, а, ну, это вот здесь, наверное, проверяли. Вот это, наверное, самые худшие места для парковки, очень низко. Здесь застройщик, согласно проекту, сделал ноу-хау, вместо металлической сетки, где погружены насосы для отвода воды, вот отсутствует вода, здесь они все это закрывают вот таким куском фанеры, фанеры же это дерево, натуральный материал, а не металл там, там, тут какой-то кусок швабры оставили, знаете, вот здесь какой-то вид, такое ощущение, что здесь ржавчина какая-то была, там перчатки чьи-то, здесь вообще, блин, вообще, знаете, вот здесь я смотрю, такое ощущение, что прямо стены как будто бы текло, вот у меня так по ощущениям, ну, возможно, это, соответственно, конечно, не так. Но здесь самое неинтересное место, потому что достаточно низко, здесь идут трубы для пожаротушения, идет вентиляция, а вот напротив, смотрите, сколько сразу места, к примеру, здесь можно, знаете, сетку поставить и шины хранить. Ну, вот колпачки защитные не сняли, все понятно, зачем их снимать, если можно и так сдать. Качество бетона оставляет желать лучшего, видим, что он весь неравномерный, тут вообще какой-то проход был, который закрыли, а здесь наверху тяп-ляп сделан. Ну, ладно, это паркинг, не будем так сильно к нему придираться, но, конечно, хотелось бы, чтобы это делали более всего аккуратно. Так, здесь какой-то выход выходим, а, это у нас выйти наверх. Что у нас здесь? Выход к лифтам. Здесь у нас какое-то непонятное помещение, здесь еще строительное. Ну, это, наверное, мусор можно назвать, электрощитовая. А здесь у нас кабель почему-то галеный вот так торчит. Обычный кабель, как и в квартирах. Здесь мы увидим, наверное, чтобы, я не знаю, для чего они туда утеплитель накидали, вообще непонятно. И по проекту, здесь, видите, сделано так, что если упадешь, то упадешь, где вот эта сетка, почему ее нет. Вот с плиткой тоже, да, чего не подрезать, было ровно, не сделать. Почему это все вот так? А вот она и шумоизоляция в вашей квартире. А в проекте я нигде про нее ни слова не увидел. Это 5 миллиметров, наподобие что-то стенофона, он не плотный. Ну, в общем, шумоизоляция. Будете слышать всех соседей, друзья. Здесь у нас какая-то хоть есть отделка, здесь отделки нет. Непонятно вообще, куда ты попал. В насосной слышно, как работает насос. Здесь обратите внимание, что вот, такое ощущение, что на землю вышел. А, это стяжка такая. Слушайте, ну, здесь вообще, я не знаю, почему, ни отделки нет. Вот здесь, видите, трубы какие-то должны были идти. И они почему-то здесь, вот видите, вот демонтаж произошел непонятно тоже. Может быть, из-за того, что все прорвало. Тут все в воде. Но вот нет ощущения, что вот это сданный дом. Тут какая-то комната вообще непонятная. Вообще, что за помещение, нафига. Проход закрыт, выход через выезд в паркинг. Ну, спасибо хоть на этом. Это у нас, как я понимаю, сваи еще торчат. Это для того, чтобы сушить. Здесь мы видим строительный мусор. Вот здесь мы видим вот эти шпильки, через которых закатываются специальные средства для того, чтобы здесь не протекало. То есть мы понимаем с вами, что здесь протекает подвал уже. Потому что, если бы не протекало, вот этого бы не было. А это значит то, что сделана гидроизоляция по проекту. Но по проекту ему не помогло. Надо было лучше проектировать. Вон, видите, вот они бурят, делают. А вот здесь то же самое. Ну, конечно, внешний вид не очень. Хотя вот внешний комплекс смотрится шикарно. Но как только ты начинаешь смотреть на всю внутрянку, ты понимаешь, как и что здесь сделано. Куча бит валяется. У меня, видите, вот раз, два. И вот они здесь. Вот здесь текла вода. И они, соответственно, туда просверливали и закачивали специальные средства для того, чтобы здесь не было воды. Ладно. Выходим отсюда. Вот здесь я, конечно, честно, расстроен. Внешне сделано красиво. Двор красиво. А как начинаешь смотреть инженерию, то понимаешь, что все сделано, как и у остальных. И за что мне тогда переплачивать? Я лучше тогда дремлайн возьму. Понимаешь, что там будет то же самое. Но стоит дешевле. Да, друзья? Так, давайте проверим, что у нас с лифтовой. Вообще сюда едет лифт или нет. Ну, в общем, смотрите, панель. Здесь уже ржавчина. И лифт, к сожалению, в данном доме сюда вниз не едет. А здесь черная грилята, но за потолком огромное количество места. И могли бы окрасить, но краски пожалели. Получается, нужно идти вот по этой убогой, неотмытой лестнице. О, блин, чуть не упало. Вернее, не убогой, а темной, неотмытой лестнице. И здесь уже отделка напоминает проекты ЦДС, ВСР. Как это делают, очень недорого. Ну, видите, просто накидали штукатурочку и забыли. Фу, все в пылище, трындец, конечно. Ну и что такое? Как отсюда выйти теперь? Господи. Да уж. На лифте не подняться на первый этаж. И на улицу не выйти. Красота. Молодцы, Верин. Из той оперы, как взять и испохабить, блин, весь проект. Ладно, посмотрим другой выход. И вот тут, на самом деле, знаете, смотреть еще не хватает. А когда мы заходили с вами со двора, везде был указатель, где какой литер. Какая секция. Здесь ничего такого нет. Но зато сверху виден строительный мусор. Оставили потомкам. Знаете, такая капсула времени. Ну, а если кто-то напишет, что паркинг они еще не сдали. Друзья, паркинг – это дом. Если бы здесь не было бы паркинга, то не было бы вот этого вообще помещения у дома. И вот обратите внимание на разрешение на вот в эксплуатацию. Здесь мы с вами видим, что кроме квартир, детского садика сдан также паркинг. Но работы, как говорится, непочатый край. Хожу блуждая по этому вроде как небольшому паркингу. Но вот спасибо, что хотя бы есть выход. По мне должны быть большие указатели, которые показывают, куда и чего ты должен идти. Ну, я надеюсь, что здесь лифт будет работать. Вот здесь тоже, видите, на скотч прилепили. Тут вот так проводки висят. Ну, знаете, это очень-то колхозно смотрится. Тут уже вся теплоизоляция какая-то пошарханная. Такое ощущение, что уже дома там сто лет в обед. Здесь, видите, на чем держится. Что если кусочек убрать, здесь, может быть, вообще что-то, блин, отвалится. Надо быстрее проходить очень аккуратно. Так, вроде мы как раз здесь и были, да? Ну что, проверяем, работает ли здесь лифт, друзья. С панелью аналогично. И лифт здесь не спускается вниз. Ай да молодцы, ай да молодцы. Да, пешком наверх, пошли. Фу, вонище здесь такое вообще. Очень неприятный запах. Фу, блин, капец. О, свежий воздух быстрее. Ну, в общем, да, получается, мы выходим там, где мы с вами зашли. Ну, а как только выходишь во двор, здесь совсем все по-другому. В проекте у нас мусоросборочные кабинки. Здесь ты пытаешься зайти, а тебе здесь ослаботочка хотят уже сразу же долбануть электричеством. Вон, кабель сразу висит. Да, ну тут что-то ни баков, ничего нет. Странно. Ну, а внешне, да, все как красиво. Это, знаете, сделали внешне всю красоту, а внутри все как обычно. Как у всех. И вот это лично мне очень не нравится. Зачем же так все делать? Ну, вот здесь, например, тоже, да, вот. Блин, почему все это не отмыли? Со стройки куча вот этой побелки, пыли, все осталось. Блин, возьмите, помойте. И вот идет дождь. Сюда попадает вода. Где? Куда ею уходить? Вот здесь, наверное, сюда, где все мокро. Видите, материал строительный остался. Ну, и что, туда будет, что ли, это все течь? Дверь открываешь, а тут оголенные провода с лоботочки. А, это у нас лестница наверх, понятно. Здесь почему-то песок. Таблички сделали, где какие корпуса, конечно, молодцы. Но почему здесь песок? Вместо того, чтобы здесь люди парковались вон воркаут-зоны, какие где корпуса. Ну, блин. Внутри, конечно, двор классно смотрится. А вот здесь я вижу мокрую кладку кирпичную. Обратите внимание, друзья. Раз, два, даже до третьего уровня. Это не очень хорошо. Здесь не видно, чтобы сейчас поливали. А кирпич, раз подсасывает влагу, то, значит, что-то здесь не сделали как нужно. А так, конечно, внешне очень-очень все симпатично. Так, давайте попробуем сюда пройти. Раз у нас тут все открыто. Вот, кстати, видите, тоже есть моменты. Вот зашел, вот здесь прошел, идешь. Если идешь, например, по диагонали, как я сейчас, вот здесь видно, что трава замята. Замята не из-за того, что здесь что-то с ней не то, а из-за того, что здесь люди постоянно ходят, потому что здесь удобно. И вот надо было вот этот газон, я считаю, вот немножко вот такими диагоналями разрезать, как и вот здесь. Ну, возможно, они это сделают потом, но в этом мне, честно, верится с трудом. Здесь аналогично. Непонятно, куда должна уходить вода. Зато красиво здесь. Пятая парадная они аж назвали. Ну, да парадная, конечно, вам, друзья, далеко. Обычная входная группа. Обычный подъезд. Здесь мы видим с вами аналогично сэкономили. Аналогичные почтовые ящики. Здесь уже поставили цветочек. И вот о чем я вам говорил. Вот мы сюда зашли, не знаю, мамы, бабушки, женщины с детьми, с собаками, с сумками. Блин, вот здесь даже поставить некуда. То есть вот сюда напрашивается какая-то, знаете, даже, ну, типа как скамейки высокой, чтобы поставил сумку, открыл почтовый ящик, вытащил квитанцию, чтобы платить коммуналку, закрыл, взял сумку и пошел дальше. Нафига мне вот это место? Что здесь? Вот я когда был в Беларуси, здесь у них, например, там делают, что можно посидеть, почитать, а мобильный фон книг был. Здесь этого ничего нет. Просто вот какая-то ниша с... на гипсокартоне с плиткой. Плитка, попу можно отморозить, гипсокартон, это не очень надежно. Надо было скамейку сюда ставить. Но вот есть такие моменты, которые бы хотелось бы, чтобы их исправляли. И вот тоже, да, ты зашел сюда, и тебе нужно еще там тысячу метров идти, чтобы пройти в колясочную и в другие помещения. Блин, почему нельзя это сделать в нормальную входную группу, там с площадью какой-то, чтобы было удобно, чтобы не нужно было вот из этих узких помещений. Вот смотрите, вот у вас коляска с ребенком. Вы идете. Они писали в проекте про безбарьерную среду. Вот это барьер. Если есть инвалид, то вот это очень тяжело ему одному преодолеть, руками крутить эту коляску, чтобы проехать. Мама с ребенком будет тоже здесь постоянно бить об эту железку, и я не верю, что она в скором времени заржавеет. Почему здесь нет... А, смотрите, здесь есть ограничитель, а в том не было. Магнитный. О, держит. А в том нет. То есть, получается, должны были быть ограничители для того, чтобы дверь была открыта. И вот, кстати, я не удивлюсь, что вот эта дверь будет постоянно открыта, потому что это неудобно. Значит, управляющая компания от КВС. Давайте посмотрим, что у нас есть ли тут. сколько чего стоит. Так, мытье. Вот где тарифы? Тарифов вообще нет. Лифт приехал. Заходим. О, тут уже все в грязи. Ну, еще поехали на девятый, последний этаж. Доехал, потрясся, что-то бахнуло. Музыка прекратилась, и мы с вами выходим. А восьмой этаж, нумерация квартир 251-255, ну, вот здесь, видите, как, смотрите, как классно покрасили. То есть здесь у них видна трещина была, вот она, сетка видна, видите, как в цвет попали, да, друзья? Попали в цвет? Ну, вот видите, как раз делали все больше, пока здесь. А, вот еще лесничный марш, куда можно выйти. Пойдемте выйдем. Хотелось бы, конечно, квартиру посмотреть какую-нибудь. Как вообще застройщик это все передает? О, какой здесь классный вид на карьер, друзья. И на такой, скажем, заброшенный частный сектор. А, смотрите, на минус первый все не едет. И вот это что за панель? Что случилось у вас, а, застройщик? С управляющей компанией КВС. А это что за херня такая? Почему лично я вот против вот таких длинных коридоров, друзья? Потому что вам придется всегда отходить в сторону, пропускать жителей с детьми, с колясками, с собаками. И здесь очень-очень узкий коридор. Это же все-таки не в вашей квартире. Должно быть широко, чтобы можно было спокойно с двумя колясками разойтись. А здесь с двумя колясками будет разойтись достаточно тяжеловато. А вот в этом подъезде тоже есть нюанс. Дверь хорошая, алюминиевая, много света, все здорово, стекла, посмотрите. Но вот выходишь и хочешь прямо идти, а здесь скамейка. То есть надо было ее чуть-чуть в сторону и выход, чтобы был прямо. Это было бы намного удобнее. То есть есть вот такие небольшие моменты, которые, конечно, нужно было подумать о них и сделать красиво. В комплексе есть вот въезд в подземный паркинг, где, соответственно, вот такой навес, посадили травку. А я бы здесь сделал бы атриум, то есть ступеньки, ступеньки до самого верха, где могла собираться молодежь. А вот здесь бы прямо я сделал бы какую-нибудь деревянную сцену. Но вот, видите, я почему-то могу подумать, но не каждый застройщик, к сожалению, может сделать правильно. Потому что вот смотришь двор, вроде все здорово. Он небольшой, оборудования хватает, деревья есть, садик шикарно смотрится, красиво смотрится фасад, некрасиво смотрятся вентиляторы, которые можно было хотя бы, не знаю, штакетником закрыть. И вот есть площадь, которую почему-то, ну, никак ты не будешь использовать. Ее будут просто поливать для того, чтобы здесь была зеленая трава. А вот он, друзья, как раз и самый главный, самый центральный вход в этот жилой комплекс. Здесь даже вот так, вы видите, навес. Зашел тут свет, горит. Сделано из бетона, прикольно, красиво, но не пройти. Почему не пройти? Да, потому что застройщик или управляйка закрыли. И видно, что закрыто было давно, все уже здесь. Краска обшарпана в ржавчине, как я вам уже показывал. Здесь, обратите внимание, домофона нет до сих пор, но зато дом сдали. Молодцы! Что тут еще можно по этому поводу сказать? Ну что, смотрите, друзья, закрытый двор, вот он действительно закрыт, но вот тут все открыто. Заходи, кто хочет, это раз. Второй. Все подъезды открыты, подвалы открыты, вот видите, система допуска не работает или отключена. Это у нас один из приемков. Он должен открываться. И непонятно как. Ну ладно, пойдемте посмотрим. На четвертом этаже делают ремонт, попытаем счастье. В общем, подхожу к лифту, и вместо того, чтобы нажать кнопку, там другая была кнопка для вызова управляющей компании. Вот Бен Рейна сделаны кнопки не очень удобно, тянется рука немножко к другой кнопке, которая вот на высоте как раз моей руки. А четвертый этаж, указатель. Выхожу из лифта, смотрю, так все закрыто, думаю, ничего себе. Здесь, смотрите, уголком, на малярный такой красивый скотч, иди все в пленке, иду. И вот обратите внимание, как есть вот такие компании, которые занимаются ремонтом, все сделали, все закрыли. То есть для того, чтобы нигде ничего не побить, не испачкать. Вот здесь, чтобы ни пыли, ни грязи, ничего не было. Чтобы сохранить полностью наличники, саму дверь. И написано, ответственный, график проведения шумных работ, перерыв на тихий час. Блин, вот. Молодцы. Уважение. Друзья, у нас с вами есть уникальная возможность посмотреть, как выглядит студия от застройщика. Обратите внимание, три окна. Это реально очень круто. Есть ниши под радиатор. Это вы сами уже делаете, да? Да. Ниши под радиатор делают сами, потому что, чтобы экономить пространство, это все понятно. Из нюансов. Во-первых, у нас вентиляция обычная, сборная. Завода. Это раз стяжки не было, да, здесь? Стяжки, соответственно, здесь нет. Только есть радиаторы, стены, минимум разводки, электричество и, соответственно, окна. Входная дверь и, соответственно, большая, кстати, здесь ванна. Обращаю внимание, что стены в межквартирный коридор из камней СКЦ. Есть выпуски канализации, есть, соответственно, холодная, горячая вода, тепло, шумоизоляция и также вентиляция здесь всего. Здесь обычная, друзья, черновая отделка и стены к соседям частично, также из камня СКЦ. Обратите внимание, друзья, вот как сделал застройщик, то есть не успели сдать, а уже, соответственно, заявки по гарантии и все, соответственно, устранеют. И вот здесь тоже был вот такой проем, то есть здесь была дырка, куда мог кто-то упасть, и они, соответственно, ее заделали. Я вот не знаю, это заделали до сдачи, после сдачи, но сдать это нельзя, потому что дырки это не должно быть. Соответственно, вот видно, здесь оно стоит и как они сделают, что сделать с этим потом, честно говоря, непонятно. Давайте подытожим. Комплекс внешне смотрится очень красиво, если не приглядываться к различным мелочам и к инженерным системам, которые, на мой взгляд, сделаны тяп-ляп. Квартиры, понятно, здесь можно достаточно легко и просто продавать, потому что внешний вид и, соответственно, дворовое убранство могут все соседние комплексы позавидовать. Пока вот такого что-то даже приблизительного я вот так на вскидку не вспомню. За это, конечно, можно сказать большое спасибо застройщика, но сам паркинг, инженерные системы, конечно, они сделали так себе. Если бы я подумал о том, чтобы здесь купить квартиру, ну, я бы этот комплекс не выбрал только бы из-за того, как я спустился в подвал и увидел, что там творится. Мне это реально не понравилось. Я понимаю, что через какое-то время могут быть последствия, которые будет дорого устранять. Это я имею в виду прорывка каких-нибудь труб, воды и всего-всего остального. Также я помню рекламу застройщика на сайте. Если я не прав, поправьте меня, друзья, что это закрытый охраняемый двор. Да, конечно. Вот мы вот там видим закрыто на цепь, с другой стороны все открыто и вообще, конечно, странно. Где охрана? Охраны здесь нет. Видеонаблюдение тоже как-то частично. Ну, вот знаете, такая надутая, надутый внешний вид. И за это они хотят достаточно большое количество денег. Если, к примеру, выбирать между вот этим комплексом и Дримлайном, то, знаете, я бы, вот если бы не нужно было прямо вот здесь купить, я бы не переплачивал за Верин Некст, потому что мне не понравились их инженерные системы и от них не в восторге. У ЦДС, я полагаю, будет все аналогично, но зато дешевле квартира. И потом мне будет проще продать там, нежели чем продать здесь. Хотя внешне, конечно, уверенно, комплекс смотрится очень стильно и красиво. Но, к сожалению, как обычно это бывает, подкачала, наверное, жадность и нерасторопность застройщиков. Нужна помощь с недвижимостью? Обращайтесь, позвоните мне или напишите в моей соцсети. Ссылка на соцсети в описании к этому видео. Либо оставьте заявку на andreyartemov.ru Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok